Друзья, привет! В Краснодаре пробили очередное дно. Разрешите вас поздравить с наличием первого Ш класса в краснодарской школе. Как сообщает сайт Живая Кубань, в одной из школ нашего замечательного города сформировали 24 первых класса. Повезло, в кавычках, первоклассникам и их родителям из школы номер 104 на улице Героя Аверкиева в Прикубанском округе. Краснодар уверенно бьет свои же рекорды. Сначала было 21 класса в 71 школе, потом рекорд побила 66 школа и вот новое достижение в 104 школе. Вот мне прямо болезно, в русском языке ведь всего 33 буквы, а ну как рекорды продолжатся, что тогда будем делать? С детскими садами ситуация еще хлеще. Знаете, кто такой Олег Придвижкин? Конечно же нет. Это маленький мальчик, 3,5 года, житель нашего города. И этому мальчику, а точнее его маме, когда она подала документы на определение ребенка в детский сад, отказали. Основание простое. Мест нет. Тут я напомню, что в 2012 году президент Путин издал серию так называемых майских указов. В том числе и указ номер 599 о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Согласно этому указу у нас к 1 января 2016 года должна быть полностью ликвидирована очередь в детские сады и обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. И что? На дворе 19-й год. Вот вы на экране видите уведомление отказ, подписанный заместителем главы Прикубанского округа Фроловой. Мест нет. Это с учетом того, что еще в 16-м году губернатор Кубани Венимин Кондратьев и глава Краснодара отчитались о том, что указ президента они выполнили. Вы спросите, как же так? Есть же указ президента, власти обязаны его выполнять. Ну да, обязаны, теоретически. А в реальности на указ и на самого президента власти, ну скажем так, не очень большое внимание обратили. И что самое интересное, никто никакой ответственности за это не несет. Вообще никакой. Даже морально. И после этого некоторые недоумевают, почему население со все большей теплотой Сталина вспоминает. Да все просто. Его указы исполнялись. Я бы посмотрел на первого секретаря Крайкома партии, который бы не выполнил прямое указание товарища Сталина. Кстати, на минувшей неделе состоялось заседание Градостроительного общественного совета. Выяснилось, ну внезапно разумеется, что школ в Краснодаре не хватает. Для нормального развития системы школьного образования этих школ нужно еще немного построить. Не много, это вот примерно 70 школ прямо сейчас. А вообще-то еще 120 с учетом перспективных планов развития города. Я напомню, что сейчас в городе Краснодаре работает 91 школа. Даже если уверовать в чудо и представить, что в Краснодаре темпы строительства школ будут как в Москве, ну можно же нам помечтать, да? То для выполнения всех этих планов по строительству школ понадобится 73 года. Но будут ли эти планы выпущены в жизнь? Очень сомневаюсь. Хотя бы потому, что школы, они не в воздухе висят, их на земле строят. А с земельными участками в Краснодаре проблема. Вот был земельный участок. Посмотрите на рисунок. Это улица Петра Метальникова. Участок расположен по адресу Российская 267. Участок по кадастру месяцев 8 назад был под школу. А сейчас его размежевали и продали частями. Я сейчас нахожусь на улице Российской по адресу 267. Данный земельный участок на последней встрече с жителями данного микрорайона глава Калининской администрации сказал, что будет предназначен на строительство социального объекта. И разрешение на строительство никто не выдаст на этом участке. Также мэр города Краснодара Евгений Первышев об этом же заявил, что данный земельный участок предназначен только для строительства. Что мы видим в итоге? Заливается фундамент. Сегодня у нас 13 августа 2019 года. Вот три месяца назад глава администрации говорил, что здесь ничего строиться не будет. Сейчас здесь идут какие-то строительные работы. Почему какие-то? Потому что паспорта объекта нет. Что здесь строится? Кто здесь строит? Никто не знает. Поднялся скандал. Неравнодушные активисты подняли крик. Какая такая стройка на месте школы? В блокноте появляется публикация. Магазин вместо школы. Как в Краснодаре строят непонятно что на месте социального объекта. И жителей можно понять. Не очень приятно, когда твой ребенок учится в первом Х-классе. В общем, поднимается грандиозный скандал. Администрация делает круглые глаза. А стройка-то незаконная. Ах, они такие мошенники. Опять строят без разрешения. Гады. Но мы же все понимаем. Если бы не общественность, которая подняла скандал, то все бы построили и узаконили. Как это, к сожалению, очень часто в нашем городе и происходит. А школа? Ну что школа? В конце концов, есть еще буквы в русском алфавите незадействованные. Например, твердый знак. Но даже когда школы на Кубани строят, пусть хоть и не часто, то возникают вопросы. В сети распространились кадры из школы, которые готовятся открыть 1 сентября в Денском районе. Южно-Кубанское сельское поселение. Школа стоила бюджету миллиард рублей. Да, и вот так вот каждая трясется. Вот это все трясется. А, даже это трясется. Да, ну все трясется, все. Ну, и школа безопасности для детей, и еще всего. Да, а вы там, смотри, какие вкусные, какое ужасное все. Там даже вообще не заделали. Это этот же угол, вот оно все суровое. На строительство этой школы потратили миллиард бюджетных рублей. А по итогам она шатается, плесень какая-то. Новая школа за миллиард построена по партийному проекту партии «Единая Россия». Новая школа. И по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Вот такое у нас инновационное и социально-экономическое развитие. Позор. Как сообщил в социальных сетях активист и блогер Сергей Вервейн, вместо победителя аукциона из Москвы подрядчиком стала фирма из Дагестана. Местные чиновники переводили оплату на счета, которых не было в муниципальном контракте. Эй, прокуратура, следственный комитет, не хотите приглядеться более внимательно к школе и к той дороге, которую сейчас в авральном порядке к ней доделывают? Там наверняка много чего интересного для следствия найдется. Ну, а в заключении хочу сказать следующее. Я думаю, что ключевая проблема нашей власти – это безответственность. Можно не выполнить указ президента и ничего за это не будет. Можно участки под школы давать, размежевывать и застраивать. Можно школу плесневелую построить. Тоже ничего особо не случится с руководством Краснодарского края. Наоборот, еще приедет министр строительства и похвалит. А эту безответственность мы, граждане, власти сами внушили. Это именно мы не спрашиваем с них на выборах. Это именно мы на выборы очень плохо ходим и допускаем вбросы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова